девочки привет рада видеть вас на нашем канале материнство и вязание сегодня вам хочу показать видео как я вижу круг перехожу от ряда к ряду замкнутыми рядами не по спирали просто этот способ не очень нравится не нужно оставлять я никакого кончика все очень соединяется просто и нигде не будет шва вот здесь покажу на большем диаметре так как здесь уже 11 рядов вот здесь вот нет шва не с этой стороны не с лицевой стороны покажу вам свой любимый метод он быстрый удобный всегда его использую хоть на среднюю маленькую корзину хоть на среднюю хоть вот на такую большую для игрушек если нужно провязать но то вижу всегда таким способом делаю и прибавки просто делаются ничего не нужно не маркер вот все очень просто буду вязать из трикотажной пряжи трикотажная пряжа обычно я покупаю производителя бисквит ссылку на свой промокод пять процентов вот здесь вот оставлю и внизу в инфобоксе свяжу чтобы лучше было видно так как хотела вязать корзину и поняла что лучше я покажу как я вижу дно отдельно чтобы делать потом ссылку и могли перейти посмотреть как до донышко можно связать вот хотел показать на таких ниточках да на хлопковых но тоненькая нить очень плохо было видно вот поэтому покажу сегодня на трикотажной на трикотажной пряжи чтобы было лучше видно крючок обычно я использую номер восемь когда вижу трикотажную трикотажной пряжи либо если мне нужно вязать поплотнее то беру крючок номер семь вот все зависит от ниточек которую вы берете допустим хлопковый шнур здесь я брала крючок номер четыре с половиной допустим если бы вязала вот такие вот салфеточки это из полиэфирного шнура то я бы взяла тоже четыре с половиной пять миллиметров вот то нужно смотреть на материал из которого вы вяжете что давайте уже начинать вязать круг начинаем мы с кольца амигуруми оборачиваем три пальчика делаем нахлёст заводим под первую ниточку захватываем вторую выводим вот у нас петелька захватываем пальчиками освобождаем колечко берем рабочую нить в указательный палец и протягиваем в первый столбик делаем первый столбик без накида его мы считаем так как у нас будет бесшовное соединение и вяжем еще пять столбиков без накида в колечко захватили рабочую нить вывели до расстояния как эта петелька захватили вывели второй столбик теперь третий четвертый пятый и шестой теперь достаем наш хвостик за него тянем затягиваем наше волшебное колечко разравниваем ручками сразу и теперь будем соединять то есть у нас здесь должно быть раз два три четыре пять косичек когда соединим вот здесь будет шестая косичка все теперь освобождаем вот здесь вот петельку и заводим вот под верхнюю косичку вот здесь вот у нас верхние косички идут под первую косичку заводим крючок захватывают эту петельку которую освободили накидываем на крючок и выводим на изнаночную часть вот так вот вывели можно сделать сразу эту петельку побольше выравниваем ручками наше вязание и вообще все время мы ручками поправляем все выравниваем теперь вот эту петельку которая у нас да мы оборачиваем наше колечко убираем хвостик и затягиваем вот эту ниточку тянем до который нить от матка рабочие нити и у нас колечко затягивается это получается у нас способ узелковый который мне очень нравится и вот этот узелковый способ я сейчас всегда использую при вязании теперь смещаемся немножко правее вот здесь вот у нас идут такие лепесточки вот сейчас их принципе видно дальше будем вязать еще лучше будет видно и вставляем вот в серединку вот этого лепесточка чуть-чуть правее сдвинулись вставили захватываем вот эту рабочую ниточку вывели захватили выпили получается первый столбик без накида 2 ряда и сейчас будем делать прибавки по два столбика вот в каждый лепесточек но сюда мы провяжем в конце то сейчас мы провязали один так просто чуть чуть ровнее получается теперь перемещаемся идем левее заводим вот в серединку лепесточка здесь дать достаточно тугой столбик так как здесь соединение у нас как раз вот мой вид вывели до расстояния захватили рабочую нить выявили теперь еще раз в это в этот столбик захватили рабочую нить вывели сделали второй столбик так теперь идем дальше вот сюда вставляем серединку вот и здесь смотрю чтобы у нас с одной стороны была ножка из другой стороны ножка так как мы вяжем столбиками без накида в раскол до замкнутыми рядами поэтому смотрим здесь чтобы крючок был именно посередине теперь захватили рабочую нить вывели захватили сделали 1 и сюда же сделали 2 у нас серединка расходится ничего страшного мы всегда можем за кончик подтянуть и у нас серединка затянется и хотела про ниточку сказать я стараюсь всегда держать на указательном пальце нить так как если ее так захватывает до в таком положении то образуется вот с лицевой стороны все все петли все столбики будут лицевыми вот поэтому мне больше так нравится и я так вижу вот в принципе если будет вот этой стороной до изнаночной попадет тоже ничего страшного ну опять же мне больше так нравится вот не забываем сделать удвоение до в каждый столбик мы делаем 2 затягиваю нашу серединку так как она у меня разошлась ручками раз при расправляю наше колечко и мы не забываем провязать когда вначале да мы провязали только один столбик и сюда же сейчас мы провязываем второй столбик чтобы везде у нас были удвоение у нас всего должно получиться 12 столбиков без накида можно посчитать по столбикам можно по косичкам раз два три 4 5 6 7 8 9 есть 11 и 12 у нас будет соединение так как мы начинали с 6 столбиков у нас каждый ряд будет увеличиваться на 6 то есть здесь было 6 здесь 12 следующем 18 в следующем 24 то всегда прибавляем 6 и так у нас будет разрастаться ровный круг делаем опять узелком способом переход сняли с крючка петельку заводим под первую косичку крючок завели набрасываем вот эту петельку и выводим на изнаночную часть вывели теперь я чуть чуть побольше сделаю чтобы мне обернуть наш круг все его захватываем выводим наш хвостик и затягиваем за рабочую нить сразу покажу если вдруг что-то пошло не тогда в этом ряду в следующем еще в следующем вам нужно распустить то и сделается это таким образом мы с вами оборачиваем круг вот смотрите вот здесь вот у нас ниточка рабочая нам нужно ее освободить то есть вот по часовой стрелке мы обернули вот наш хвостик но только вот этот убираем вот наш наша петелька до точнее все и можно распускать все здесь все освободилось вот все распускается то есть мы оборачиваем обычно вот таким образом дай затягиваем а чтобы распустить в обратную сторону вот так смещаемся немножко правее заводим серединку нашего столбика крючок захватываем рабочую нить и выводим на лицевую часть получается мы сейчас будем делать столбик без накида третьего ряда захватили рабочую нить вывели сделали теперь вяжем по такому принципу два столбика 1 2 столбика 1 и так до конца ряда но прибавку мы сделаем в конце ряда чтобы было ровнее 1 сделали сюда теперь сюда 1 так как мы сейчас вот здесь будет у нас прибавка до в конце ряд 1 столбик сейчас опять два столбика 2 теперь 1 стараемся делать в раскол до чтобы у нас все петельки были ровненькие красивые чтобы дырочек не было 21 если у вас вот так перекрутилась не да вы тоже держите таким способом чтобы все были лицевой стороной то можно как сделать можно потянуть за ниточку вверх поднять расправить и в принципе она раскрутится все теперь в этот столбик 2 делаем прибавку можно ручками сразу поправлять итак вяжем до конца ряда 2 1 2 1 и встречаемся в конце ряда таким образом доходим до соединения довязали мы третий ряд можно просчитать чтобы у нас столбиков было 18 и переходим уже на четвертый ряд делаем такое же соединение заводим под первую косичку накидываем петельку на крючок и выводим на изнаночную часть и теперь мы наше колечко оборачиваем и затягиваем только смотрим чтобы наш хвостик тоже не затягивался сделали соединение и переходим на четвертый ряд сдвигаемся немножко правее вводим крючок захватываем рабочую нить вводим на на лицевую часть захватываем рабочую нить и делаем первый столбик уже четвертого ряда теперь вяжем по какому принципу 1 столбик сделали теперь 1 сюда делаем прибавку 2 опять 1 1 и сюда прибавку 2 то есть мы делаем прибавку после прибавки предыдущем ряду то есть предыдущем вот здесь была прибавка здесь будет прибавка дальше идем одиночно одиночного здесь прибавка смотрим в предыдущем ряду вот здесь была прибавка то есть вяжем таким образом одиночно одиночно прибавка одиночно одиночная прибавка и так идем до конца ряда встречаемся в конце дошли до конца четвертого ряда заканчиваем четвертый ряд прибавкой так как начинали мы ряд с двумя с двух одиночных столбиков теперь переходим на следующий ряд точно также вывели обернули наш круг тянем только достаем хвостик в принципе хвостик чтобы не мешал можно уже спрятать кому как удобнее вот как прячем хвостик вот здесь можно сразу изнанку посмотреть в принципе больше провяжем будет еще лучше видно да что здесь нет никакого соединения да нет вот таких черт как идут при соединении лицевая часть изнаночная часть вот как прячем хвостик обычно я прячу всегда по ближайшим петелькам удобнее брать крючок поменьше либо брать иголочку для трикотажной пряжи вот в принципе этим же крючком все можно сделать вот по ближайшим прячу здесь прохожусь где кажется визуально лучше куда лучше спрятать хвостик вот теперь можно хвостик обрезать можно для надежности еще и подшить отвести вот эту стеночку подшить и закрыть так точно будет надежно но в принципе и так надежно ничего не разойдется значит переходим на следующий ряд сдвигаемся правее вставляем крючок столбик захватываем рабочую нить вывели захватили рабочую нить сделали столбик еще один на следующий ряд теперь по какому принципу вяжем здесь мы привязали 1 столбик видим что здесь прибавка и сразу после прибавки вот здесь вот я буду делать прибавку один столбик и сюда же второй и немножко всегда задаю направление вот если я предыдущий столбик немножко вязала в правую сторону то здесь этот столбик немножко везду по диагональ как бы в левую сторону ручками можно все поправлять даже нужно так теперь вяжем одиночный 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 и смотрим вот здесь была прибавка сразу делаем следующем ряду значит прибавку один столбик и на другую сторону второй столбик и вяжем теперь по такому же принципу 3 одиночных прибавка 1 2 3 одиночных вот здесь прибавка будет а вот это предыдущий ряд здесь у нас будет следующий встречаемся с вами в конце ряда подошли к завершению пятого ряда у нас должно быть 30 столбиков без накида не забываем что у нас если начинали ряд 6 каждый ряд увеличивается на 6 столбиков можно просчитать если сомневаетесь можно визуально посмотреть до просчитать как делали прибавки на протяжении всего диаметра вот и в принципе я сейчас буду заканчивать я думаю принцип уже понятен как мы переходим с ряда на с ряда на ряд как делаем и прибавки и получается у нас здесь по какому принципу мы делали прибавки да здесь делали кольцо здесь по 2 по прибавки до получается 22 здесь 21 2 удвоение одиночные удвоение одиночные дальше удвоение 2 одиночных удвоение 2 дальше удвоение 3 удвоение 3 дальше ряд пойдет 6 удвоение 4 одиночных удвоение следующий ряд пойдет удвоение 5 одиночных удвоение и дальше 6 одиночных 7 одиночных 8 и вот таким образом мы идем и получается у нас равномерный красивый круг еще важный момент это у нас отпаривание если честно именно круглую корзину когда я вижу я не всегда отпариваю так как донышко но и так идеальная можно сказать получается вот но если вы хотите прям вот чтобы все четко прям супер супер то конечно лучше отпарить и если есть время до подождать чтобы донышко сохло до чтобы дальше вязать вот то лучше это сделать как я отпаривание отпариваю так как тоже бывают комментарии когда спрашивают в таких формах как квадратно прямоугольное всегда рассказываю как пропариваю потому что там это прям очень важно вот хлопчатобумажная ткань принципе можно использовать марлю я ее хорошо мочу водой я ее намочила потом кладу вот свою тряпочку мокрую на изделие да но сейчас это у нас донышко на донышко кладу и прохожу утюжком прохожу прохожу потом расправ распрямляя ручками распрямляю если чувствую что еще хочу отпарить отпариваю еще раз вот и потом в таком расправленном виде я оставляю до полного высыхания также можно при желании положить под пресс вот такой вариант тоже есть вот высохли донышки я делал из трикотажной пряжи далее которая показывала вязала это будет хлопковая пряжа вместе с синтетика всем спасибо девочки за просмотр до новых видео до новых встреч и пока пока